С 15 по 18 марта Омск впервые принял финальные соревнования в рамках зимней спартакиады учащихся России. Дебют прошел на ура. Проведение турнира было на высшем уровне. Мы очень рады вас приветствовать, очень рады вашему визиту на Омскую землю, визиту сильнейших, юных, молодых шотокистов России. Столь крупных стартов Омский лед не видел уже более 10 лет, несмотря на то, что наш регион является одним из флагманов российского шортрека. У нас самые большие соревнования были чемпионат России в 1998 году, в прошлом столетии, можно сказать. И поэтому, мне кажется, для нас это очень классно, очень хорошо. То есть это подтянет наш вид спорта, не знаю, может быть как-то популяризирует его в городе Омске. Самые перспективные спортсмены страны в возрасте от 14 до 17 лет вышли на лед из КИК имени Виктора Блинова, чтобы сразиться за медали в личном зачете на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров, а также в эстафетах. За право называться лучшими и путевку на всероссийские соревнования состязались более сотни спортсменов из 16 субъектов России. Не удивительно, что каждый заезд здесь был настоящим испытанием не только для спортсменов, но и для болельщиков. Гонки до последнего держали в напряжении, а развязка зачастую оказывалась совершенно непредсказуемой. Так, в финальном забеге на 1000 метров у юношей на протяжении почти всей дистанции к золоту стремились москвич Константин Ивлев и представитель Санкт-Петербурга Сергей Милованов. Но за два круга до финиша падение лидеров полностью изменило расстановку сил. В итоге на первую ступень пьедестала поднялся Вадим Мухин, выступающий за команду Московской области. Мы предполагали другую тактику с моим товарищем по команде. Но тренера нам сказали сидеть и не делать ошибок, так как сделали они. Ошиблись оба, поплатились. Зато Сергею Милованову удалось покорить более длинную дистанцию – полторы тысячи метров. А Константин Ивлев взял золото на пятисотки. У девушек же все награды высшей пробы попали в медальную копилку участницы юниорской сборной России Веры Рассказывай. Удача, удача помогла. Ну, тренеры, конечно, тоже. Они все время стояли за бортиком, помогали. Конечно же, финал, он самый крутой был. Это самый, наверное, опасный был наш забег, потому что двое соперников наших упали. И упали не очень удачно перед нами прям. Но на финиш нам это очень помогло. Не менее жаркие баталии ждали и участников эстафетных забегов. Здесь тоже не обошлось без досадных ошибок и падений. Но даже несмотря на это, все участники стремились к призам до последнего круга. В результате у юношей самой сплоченной командой оказалась сборная Москвы. А у девушек 2000 метров быстрее всех преодолела четверка из Свердловской области. Самый острый был, это вторая смена. Там начали все быстро бежать. И получилось так, что один человек упал и свалил почти всех. Но мы удержались и потом поехали в отрыв. За счет этого, наверное, мы победили. Самыми результативными по итогам четырех дней заездов оказались столичные спортсмены. А мячам на этот раз, к сожалению, не удалось попасть в число призеров, но потенциал есть. И на следующих зимних стартах, которые ждут юных шорт-трекистов в 2019 году, они настроены показать зрелищную борьбу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова